Раз-раз, всем привет, давайте начнем. Сейчас я расскажу тему. Зовут меня Локтеров Вячеслав Александрович. Вячеслав, можно. Я штатный инженер МГТУ имени Баумана. Вот сайт нашего университета. И параллельно со своей основной работой преподаю в учебном центре специалист. Веду курсы направления Linux. Ну и сегодня наш с вами рекламный вебинар посвящен курсам Астериск. Если вам понравится вебинар, то записаться на курсы можно, например, на сайте специалиста. Просто в поиске указать Астериск. И вот наша линейка курсов сразу же появится. На самом деле у нас целых три курса по Астериску. И сегодня будет реклама курса «Интеграция с внешними системами». У нас появилась очень интересная перспектива интеграции с компанией или взаимного выгодного сотрудничества с компанией Яндекс. И мы, соответственно, хотим продемонстрировать использование технологии Яндекс в телефонии и, в частности, в нашем курсе Астериск. Для того, чтобы воспроизвести все, что будет на вебинаре, я подготовил план лабораторных работ. И доступен он по ссылке на сайте http.viki.val.bmstu.ru Вал от Вячеслава Александровича Лофтрова, БМС-то, основное место моей работы. И вот методическое пособие открыто. Соответственно, для занятий используется в этой методичке ссылка «Материалы по методике». И здесь все вебинары, которые я читал в отдельном разделе, некоторые только планируются. И вот сегодняшний наш с вами вебинар «Голосовые сервисы помогут голосовой почте». Вот здесь мы с вами встречаемся. Еще раз повторю, что хочется, чтобы вы могли воспроизвести все дома, поэтому рекламу вебинара пропускаем. Переходим к шагу первого – исходное состояние. Если вам понравится вебинар, вы можете легко скачать себе образ системы, которую я буду использовать. Значит, система у нас, образ адаптирован под VirtualBox. И, соответственно, я сейчас, чтобы время не терять, запущу импорт подобной системы, которую вы можете себе скачать. Которую можете себе скачать. Вот. И, значит, используется 10-й дебян. Есть причина, по которой используется именно 10-й дебян. Вот. Назову систему «Яндекс.Спичкит». Вот. И, соответственно, импортирую ее. Импортирую. Какое-то время это займет. Пока она у нас импортируется, я хочу поставить задачу, техническое задание. И, соответственно, нарисовать его в таких, как бы, человеческих заданиях. Значит, у нас с вами имеется компания, в которой имеются сотрудники. Вот парочку сотрудников я вот таким вот образом изображу. Пока я изображал сотрудников, должна была закончиться, импортироваться система виртуальная. Вот. Ну, говорит, что вот-вот она закончится импортироваться. Значит, ну, давайте. Сотрудники. Сотрудники в компании имеют фамилию, имя, отчество. Значит, это у нас будет сотрудник Иван Иванов. Иванов. А это буду я, Вячеслав. Вячеслав Лоптеров. Лоптеров. Так. Значит, у нас запрашивают подключение. И я, соответственно, и я подключаю участников. Да. Всем привет, кто у нас подключается. Рад вас видеть. Обращайтесь. Так. Ну, а я продолжаю. Значит, запись будет обязательно выложена на канале Специалист. Так что, если пропустили начало, не страшно. Значит, все можно воспроизвести дома. Вот я скачал из методического пособия, соответственно, образ виртуальной машины. Импортировал. И сейчас просто подключаю к сети. Если у вас дома есть компьютер, соответственно, есть локальная сеть. И домашняя. Значит, подключаю к сети. Ну, поменяю МАК-адрес. Поскольку импортируется из образа все машины с одним МАК-адресом. Хотя у нас с вами будет одна единственная машина. Можно это было не делать. Запускаю ее. И продолжаю рисовать схему. Наши с вами сотрудники пользуются электронной почтой. Я нарисую. Значит, у них имеются компьютеры. И через какой-нибудь, например, браузер на этом компьютере. Ну, я рисую Microsoft Internet Explorer. На самом деле, любой браузер. Они со своих компьютеров подключаются к серверу электронной почты компании. E-mail. Вот. Корпоративный домен я возьму. Вот такой вот. Корпорация 13.yum. Ну, кто учился в специалисте, знает, что домен yum. Это домен, значит, первого уровня. Корпорация. У каждого слушателя свой домен второго уровня. И 13-е, мое любимое число. Соответственно, я его буду использовать. Каждый из сотрудников имеет адрес электронной почты. Соответственно, у Иванова адрес электронной почты user1sobaka.corporacja13.yum. А у Вячеслава Лофтарова будет user2sobaka.corporacja13.yum. Ну, так немножко мельчу, но не должно это сильно мешать. Так, значит, за это время машина загрузилась. Я сейчас же этой машиной займусь на предмет, значит, подключения. Да, если вам виртуальная машина нужна, то запишите учетные данные к ней, значит, учетные записи, логин, root. Никогда не используйте root в продакшене. Больше не буду эту тему обсуждать. Приходите на курсы. Вот. И, соответственно, вот такой вот пароль. Но если не получится, пишите на почту. Кстати, настоящая моя почта вот такая. valsobaka.bmstu.ru Ну, а игрушечная user2.corporacja13.yum. Так вот, в этой машине не настроен IP-адрес. И я сейчас продемонстрирую, как его мы будем настраивать. Мы его на самом деле получим динамически. dh-client. Ну, по полной IPA. Посмотреть, какие у нас интерфейсы. dh-client. Ethernet 0. Получаем IP-адрес. И я смотрю, какой IP-адрес она получила. Вот у вас в домашней сети наверняка роутер раздает IP-адреса. И я подключаюсь к выданному адресу уже SSH-клиентам. Значит, какой он там? 10.5.7. 10.5.7.56. Так, кто у нас в зале ожидания еще есть? Все подключились, да? Ну, будем продолжать. Так, подключаюсь. И, соответственно, ввожу те же самые учетные данные. Так, не буду тратить время на настройку машины. Все есть в Википедии. Значит, можно настроить динамические параметры, можно статические. Мы с вами пошли вот таким вот путем. И пока время у нас с вами, значит, идет, я хочу запустить длительный процесс, который будет у нас устанавливать необходимое ПО. Более того, да, вот этот вариант позволит, соответственно, исключить вопросы. Смотрите, сколько программ будет использоваться. Вот. Но если ПО не поставится за разумное количество времени, то мы запустим машину, где она уже предустановлена. Ну, надеюсь, что все пойдет как надо. Итак, продолжаю рисовать. Значит, эти пользователи переписываются по электронной почте. И, соответственно, мы с вами развернем сервер электронной почты в домашних условиях, чтобы вы могли в эту увлекательную игру поиграть. Кроме того, у нас с вами имеются, значит, телефонные аппараты наших пользователей. Вот так вот я рисую телефонные аппараты. Рядом стоят на столе. Вот. И, соответственно, телефонные аппараты подключены к серверу Астериск. Сервер Астериск. Вот он у нас. Значит, телефонные номера у наших пользователей. У Иванова Ивана Ивановича номер 401. У Лохтера Вячеслава Александровича 402. И, соответственно, они также могут друг другу звонить. И техническое задание. Техническое задание заключается в том, что если какой-нибудь абонент звонит, например, Вячеслав звонит Ивану, и в течение 10 секунд Иван не снимает трубку, то Астериск предлагает сохранить голосовое сообщение на жесткий диск Астериска. Далее Астериск обращается к сервису Яндекс Спич Кит и распознает этот, ну, прям напишем, это у нас будет какой-то Алав файл, превращает его в txt файл. После чего берет и отправляет по электронной почте, по протоколу SMTP, на почтовый сервер для пользователя User1, собака, корпорация 13юн, то есть Иванова. Причем в этом письме должны быть правильно заполнены from, поля to, собственно, ну, там, subject, должен быть указан номер, с какого звонка произошел, color ID, и, собственно, вот сам текст, который был распознан, и Иванов, Иван в электронной почте прочитает то, что ему голосом оставил Вячеслав Докторов, ну, и наоборот, разумеется. Так что вот такая вот схема, и я смотрю, как там процесс инсталляции, вижу, что ничего хорошего нету, займет он еще изрядное время, поэтому я запускаю виртуалку, в которой просто этот шаг выполнен, больше ничего там не сделано, и, соответственно, и, соответственно, и, соответственно, подключаюсь и буду работать с ней. Ну, а вы дома, соответственно, дождетесь, и все будет, все будет хорошо. Да, значит, вопросы можно писать в чат, я сейчас буду на них, время, может быть, мало обращать, но на самом деле, на самом деле, по прошествии вебинара можно будет пообщаться. Так, значит, запускается, я повторяю те же самые действия, которые выполнил для машины, которая разворачивалась с нуля, а именно, я подключаюсь к ней, как пользователь root. Так, о, видите, пароль написал на экране, очень хорошо. Так, root, пользователь root, пароль, паспорт. Так, кто-то подключается, запрашивает подключение, всех допускаем, подключайтесь. Так, dh-клиент. Секунда. Ага, инсталли сот. dh-клиент. Ethernet. Точно такая же абсолютная система, ничего в ней нет. Смотрю, какой она IP-адрес получала. Так, 57-й она получила. Ну, хорошо, тогда оставлю эту консоль, подключусь. 10, 5, 7, 57. Так, надо мне теперь в них не запутаться. Запутаюсь, если что. Так, разворачиваем почтовый сервер. Да, прямо вот берем и из вот этого курса, курс администрирования сервисов и сетей, я сейчас покажу, как быстро дома развернуть почтовый сервер. Ну, почта электронная очень любит, когда правильно настроен DNS. Мы не будем заниматься настройкой DNS, а немножко схаляем. Значит, мы выдадим правильное имя системе и настроим файл конфигурации etc.hosts. Таким образом, чтобы нам можно было обойтись без DNS, ну, в домашнем условии вполне допустимо. Значит, вот такое содержимое файла hosts будет достаточно. Смотрите, я для ее IP-шника 7, 57, да, если ошибаюсь, то помогаете. Задаю, что это и полные машины, и домен, и краткое имя машины в том числе. Сохраняю и смотрю, правильный ли адрес. Да, да, все, соответственно, файл пост готов. Далее, мы собираем почтовый сервер, нам понадобится пара учетных записей. Ну, вот статья, как это делать в курсе администрирования, этому обучают, а я просто наберу команды useradd. Ну, разве что домашний каталог надо будет создать. Так, помните адрес такой был? User1, да, и user2. Вот, создаю пару почтовых адресов, задаю пароли. Ну, вы можете свои пароли придумать. У меня пароль будет маленькими буквами password1, как на всех курсах. И для user2 маленькими буквами password2. Все, пользователи у нас готовы. Так, двигаемся дальше. Дальше, ну, поскольку это почтовый сервер, то почта должна идти с правильными временами. Вот, я устанавливаю правильную временную зону. Вот, значит, теперь у меня установленная правильно временная зона текущее время, да. Так, ну, и поскольку это почтовый сервер, то и, значит, по-русски хочется писать письма. Вот как русифицировать Debian перед вами. Ну, покажу, что сейчас он не русифицирован, видите, да, и вот я его русифицирую. Так, и, соответственно, сохраняю. Так, давай, давай, люди смотрят. Так, значит, не буду перезагружать систему, времени у нас нет. Экспортирую нужную переменную, и вуаля, у меня система пишет по-русски. Ну, что ж, проверим работу почтового сервера. Я отправляю письмо вот этому пользователю, используя самый простой почтовый агент. MailUser1. MailUser1 даже, даже, даже... А, да, да, понял. Нет, 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 я тороплюсь, не нужно торопиться. Кое-что еще не сделано. Не сделано вот что. Наш с вами PostFix пока что не обрабатывает домен корпорации 13YUN, и чтобы он это делал, все это как бы вот в курсе подробно, долго рассказывается. Необходимо конфигурацию поменять. MyDestination. MyDestination надо в конец добавить домен. Корпорация 13YUN. Так, сохраняю. Сервис PostFix. PostFix перезапускаю. И вот теперь уже пробую отправить сообщение. Mail. Mail. Даже попробую по-русски. Привет. Ну и там... Ага. Все. Так, где будет сообщение лежать? Ну, опять же, на курсе администрирования систем вас научат, что письмо должно попасть в WarMail. WarMailUser1. Вот оно лежит, письмо. Вопрос, как его забрать? Как его забрать? Ну, надо, соответственно, как-то сделать так, что письмо отобразилось здесь. Ну, развернем веб-интерфейс. Значит, на курсе изучается веб-интерфейс. И, соответственно, веб-интерфейс будет работать через протокол IMAP. И нам понадобится сервер DAV-код. Значит, минимальная конфигурация сервера DAV-код заключается в том, что у нас нет времени... Да, вот дайте-ка, я от лишней отключусь машины, чтобы она мне не мешалась. Видите, там установилось ПО. Итак, сервер DAV-код имеет конфигурацию. Он уже у нас установлен. ConvD. Так, значит, у нас нет времени на сертификаты. Поэтому мы пойдем... Не пойдем на курс администрирования безопасности систем сервисов сети. Именно там рассматриваются сертификаты. А разрешим самый неправильный способ, а именно плайн-текст в открытом виде. Ну, для нашей демонстрации это не страшно. А на самом деле, конечно, это делать не нужно. Нужно использовать сертификаты. Переходите на наш курс. Безопасность систем сервисов сетей. Так, значит, я отключаю SSL, удаляю все упоминание про сертификаты. Так, ну и еще один момент. Этот веб-интерфейс захочет отправлять письма тоже с авторизацией. Не только забирать письма с авторизацией, но и отправлять. И мне понадобится сделать такую неочевидную вещь. Как, во-первых, в настройках сервиса DAV-код разрешить PostFix использовать аутентификацию. И сам PostFix тоже настроить на поддержку. На поддержку аутентификации через DAV-код. Значит, вот у меня теперь DAV-код настроен. В сервисе DAV-код рестарт. Так, сервис DAV-код статус на всякий случай, да. И еще раз мне понадобится настроить PostFix, добавить туда механизм аутентификации. Все ссылки здесь есть. Все это подробно, долго и нудно обсуждается. Ну, не нудно, а весело обсуждается на курсах. Так, добавляю в PostFix поддержку аутентификации через DAV-код. Сохраняю. Перезапускаю сервис PostFix. Так, ну что, почтовый сервер почти собран. Поскольку мы с вами ПО уже установили, то на самом деле для того, чтобы увидеть в работе замечательный веб-интерфейс RoundCube, надо просто вот в этом файле конфигурации поменять. Не поменять, а сказать, что у нашего веб-сервера будет вот такой вот алиас. Веб-сервер перезапускаем. Рестарт. Так, Apache 2. Apache 2. Рестарт. Вот, и подключаюсь к нему. Какой у нас у Linux адрес? 10, 5, 7, 57, насколько я помню. RoundCube. Еще раз, просто было установлено ПО. Вот, в Дебин. Замечательный тем, что там очень много работает сразу же из коробки. Так, и я этому, да, этим пользуюсь. Значит, здесь у нас будет работать Иванов Иван Иванович. Так, домен, корпорация, такая-то, и он в IT. Так, помните письмо? Пользователь root ему писал, да? Вот теперь он виден здесь. Значит, в другом браузере я запущу в Firefox, подключусь, подключусь в другом браузере, подключусь как Лохтург Вячеслав Александрович. Ну, по сценарию это может быть Петров. Так, сейчас. Так, и тут я понял, что у нас Firefox как-то не очень работает. Или работает все-таки? Работает. Так, подключаюсь, соответственно, как user2, password2, корпорация, такая-то, и он, в IT. Так, ничего не сохранять. Значит, напишем письмо, проверим. Пишем письмо user1, user1, собака, корпорация, такая-то, 13юн. Пишу по-русски «Привет2», еще раз, и отправляю письмо, смотрю, будет ли оно доставлено. Так, вот оно появилось в отправленных. Вот у меня, соответственно, Иванов должен его получить. Видите, «Привет2», и даже может ответить. То есть, вот почта у нас с вами работает в обе стороны. Все, с почтой все, с почтой все. Так, следующее, открываем, что у нас по плану, у нас план. Следующий план, следующий модуль у нас, астериск. Астериск тоже у нас установлен. Соответственно, поскольку у нас с вами телефонная станция будет общаться с абонентами, например, предлагать им оставить сообщение, она будет это делать на русском языке. Русские сэмплы уже установлены, и, соответственно, я могу их подключить. Астериск, опять же, все просто я поставил заранее, поэтому команда в самом начале методички. Так, астериск. Так, смотрю, нет ли у нас кого-нибудь зале ожидания. Так, вроде бы нет. Астериск. Вон. Значит, здесь необходимо настроить русский язык, указав параметр language, default language. Вот я его делаю русским. После этого астериск надо перезапустить, но я не буду это делать сейчас, поскольку нам еще предстоит это сделать после настройки каналов для подключения телефонов. Вот у меня два телефона работают, да? Они будут работать, используя канальный драйвер PGSIF, будем современны. Вот, и по умолчанию в дебе они на самом деле используют порт 5060, канальный драйвер просто channel SIP. Поэтому я просто SIP перевешиваю куда-нибудь на другой порт, перевешиваю. Вот, на порт 5061. Так, и создаю пару учетных записей, астериск, как хотите это называть. На курсе я предлагаю использовать понятие точку подключения, термин PGSIF. Значит, также очищаю файл конфигурации, который тут достался. Вот, и, значит, создаю пару точек подключения. Ну, во-первых, транспорт будет служить, порт 5060, чтобы не надо было указывать это в телефонах. Далее создаю точки подключения, значит, для телефона Иванова Ивана Ивановича. Я лишнее пока постираю все, потом вернем, когда это будет нужно. Так, вот они у нас есть. И, соответственно, и, соответственно, создаю точку подключения для локтера у Вячеслава Александровича. То есть меня, вот, ну, соответственно, на курсе первом по астериску поджесив изучают. Так, с текущей по последнюю строчку заменяю 401 на 402. И у меня должно получиться, да, две точки подключения. Вот теперь астериск можно перезапустить. Порты тут поменялись на русский язык. Да, поэтому первый раз и последний рестарт делаем. И можно подключать. Ну, значит, имеется вот такой у меня клиентик. Клиентик. Он будет олицетворять Иванова Ивана Ивановича. То есть софтфон у Иванова Ивановича. И сейчас я подключаю Иванов, да. Я подключаю его к адресу нашего Линукса, 57-й, да, по-моему. Значит, никакой не юзернейм, а номер телефона 401. Пароль я помню из конфигурации tpassword401. Кстати, это логин и пароль пользователь обычно не знает. Обычно его знает его телефон. А у пользователя пароль, который он знает для электронной почты. Ну, кстати, вот мы подключили к астеристку телефон. И можно даже уже куда-нибудь позвонить. Так, куда-нибудь позвонить можно вот сюда, по-моему. Поздравляем, вы закончили установку и выполнение программы IP. Классно, все. Сейчас настроим второй телефон. Второй телефон лежит у меня на столе. Вот он. И, соответственно, он будет работать, олицетворяя телефон Лофтера Вячеслава Александровича. Он подключается тоже к тому же серверу. Ну, все это можно дома делать. IP-адреса только у вас будут другие. Значит, канал 402, пароль tpassword402. Вот обращаю внимание, да, телефонный пароль tpassword402. И, соответственно, говорю submit. Так, ну и можно посмотреть, подключился телефон или нет. Астериск минус, ну вот, как посмотреть. Pg sip show endpoints. Так, ну вот у меня два телефона подключены. Звонить они не могут, пока мы не настроим, что. План нумерации. Это c, астериск, экстеншнс, экстеншнс, конф. Так, план нумерации будет тоже у нас не сложным. Значит, базовый план нумерации. Да, вот все в методичке расписано. Значит, в базовом плане нумерации надо в контекст дефаут, в контекст дефаут, добавить возможность звонить абонентам друг друга с использованием канального драйвера Pg sip. Вот минимальный, вот минимальный диал план. Значит, астериск, ну можно, ну, наберем кори релот. И попробую позвонить. Звоню, соответственно, Иванов звонит Локтерову. 402, вот звонок идет. Раз, два, три, вот мой голос слышно. Все, звонит. Так, телефонная станция тоже развернута. Ну что, тогда нам с вами пора перейти уже к интеграции Яндекс.ПичКит. И давайте попробуем выполнить тестовые проверки. Значит, посмотрим вообще, можно ли распознать голос или нет, не будет ли каких-то проблем. Чтобы нам тестовую среду создать, я возьму кусочек лабораторной работы из темы «Голосовое меню». В этом кусочке у нас появится звуковой файл, который мы с вами можем попробовать распознать. Значит, для этого я добавляю в Extensions.com вот такой диал план. Вот, и появится файл вот с таким вот названием. Ну, давайте добавим. Так, секунду. Так, Astris, Core Reload. Так, и я звоню с какого-нибудь, ну, допустим, вот с этого телефона звоню. 302, и мы с вами смотрим, что там происходит. Введите пароль и нажмите решетку. Ну да, чтобы кто попало, не записал вам приветствие, пароль. Спасибо. Оставьте сообщение после сигнала. После этого нажмите решетку или повесьте трубку. Итак, я оставляю тестовые сообщения для распознавания. Так, тестовые сообщения у нас есть, и мы можем спокойно перейти к теме «А интересно, можно ли превратить его в текст». Шаг 4. Разворачиваем Яндекс.Печки. Значит, здесь я оставил ссылки на то, как себе завести учетную запись Яндекса и активировать ее в сервисные услуги. Вот, значит, у нас это уже сделано. Вот, ну и, соответственно, имеется баланс положительный на этой учетной записи. Сейчас мы этим воспользуемся. Значит, Яндекс с удовольствием вам помогут такую учетку завести, и, в общем, даже не тратя деньги, поэкспериментировать с этими сервисами. Поскольку у нас с вами выполнять все будет Астериск, я сейчас на время стану пользователем Астериск. Астериск же будет у нас, да, распознавать, обращаться. Поэтому вот так вот я становлюсь пользователем Астериска, захожу в его домашний каталог. Так, ну и еще раз, хорошая документация. Яндекс позволит все вам выполнить. А я сделал такую, как бы, краткую шпаргалку по тому, что нужно сделать. Ну, во-первых, нужно установить, собственно, приложение, которое будет работать интерфейсом с вашей стороны к сервису Яндекс. Мне кажется, что это приложение я уже устанавливал, но могу и ошибаться. Я вот так вот это проверю. Да, да, приложение я установил. То есть вот эта вот инструкция уже выполнена. Вот, взята она из документации. Еще раз говорю, что документация не оставляет никаких там пробелов или вопросов. Все подробно расписано. Вот. Ну и, значит, первое, что они требуют от нас, это идентификатор для подключения. Чтобы получить идентификатор для подключения, вам надо войти в браузере в свою учетную запись. Вот. И из этого браузера обратиться. Видите, они даже подсказывают, какой URL набрать. Значит, у меня имеется машина, в которой эта учетная запись уже есть. Видите, корпоративная учетная запись, специалистовская. И теперь я просто выполняю и получаю вот эту вот секретную строку. Ну, я ее бесстрашно демонстрирую, потому что, как только я по окончании вебинара выберу «Выйти со всех устройств», эта строка, соответственно, изменится. Поэтому возвращаюсь я в свой вебинар и вот говорю, вот так вот подключайся, пожалуйста. Так, хорошо подключается. Значит, далее надо указать, какой раздел в Яндексе вы будете использовать, так называемый идентификатор. Ну и по умолчанию, соответственно, мы не будем создавать какие-то дополнительные идентификаторы. Возьмем тот, который она представляет. Вот. Ну и, соответственно, не будем никакие выборы там зон тоже осуществлять. Все по умолчанию оставим. Минимальная конфигурация. Так, значит, таким образом у нас с вами инициализация проведена. Вот. Но, чтобы мы с вами могли что-то распознать, нам нужно получить звуковой файл вот в таком вот формате. Опять же, имеется вот такая вот ссылка, которая рассказывает, что если у вас имеется вот такой вот файл, а именно он создается в результате лабораторной работы, связанной с голосовым меню, то вы можете превратить его из файла без заголовков в файл WAV, не сжатый, а потом командой в MPEG получить сжатый файл формата OGG. Соответственно, я выполняю вот эти вот действия, конвертация файла в нужный формат. Так, и теперь выполняю, соответственно, подготовку файла к формату, который принимают сервисы Ян. Теперь у меня в текущем каталоге, даже интересно, насколько он сжался. Вот, посмотрите, да, значит, 47 килобайт был WAV-файл, ну, почти точно такой же, как и ALAV, вот, и 19 килобайт уже сжатый. Вот, а дальше возвращаюсь, возвращаюсь в, значит, сервисы Яндекс. Для того, чтобы превратить голос в текст, необходимо обратиться вот к этому ресурсу. Этому ресурсу надо предоставить параметры аудентификации, создать токен, почитайте в документации что-то такое, указать каталог. Ну, и я, поскольку время у нас вебинара ограничено, вот, а вы можете не торопясь потом все это дело изучить. Просто сейчас эти параметры задаю. Так, ну и с некоторым волнением признаться, смотрю, будет ли результат. Значит, опять же, здесь сразу и обращение, и парсинг небольшой результата, из JSON выделяется текст. Вот, ну, короче, давайте посмотрим, момент такой истинный, честно говоря. Честно говоря, когда такие вещи вижу, у меня прям сразу пульс очищается, да. Не знаю, как вы относитесь, да, но это просто вообще улет натуральный. Неужели это к астериску можно прикрутить? Хочется узнать. Ну, давайте попробуем, да. Так, так, и так я оставляю, да. Итак, возвращаемся в план лабораторных работ. В плане лабораторных работ мы с вами готовимся вот к этому шагу. Значит, мы с вами кусочки пазла собираем. У нас уже работает почта, у нас уже работает телефония, у нас осталось только выдержать 10 секунд, сохранить голосовое сообщение и отправить его по SMTP. Заниматься этим будет, соответственно, астериск. Как же это сделать? Ну, имеется вот такая неплохая утилита MSMTP, у которой имеется файл конфигурации. Сейчас я этот файл конфигурации создам. Опять же, она установлена, но не настроена. Я нарисовал два компьютера, но у нас с вами не два компьютера, а почта идет прямо внутри одного компьютера. Хотя я проводил эксперименты вполне успешные, когда почта отправлялась на реальные почтовые адреса. Единственное, что она должна отправляться с нормального почтового сервера. Нормальный почтовый сервер, для этого нужен нормальный домен, нормальные настройки. Ну, короче, накладные расходы такие. Поэтому я пометался и решил, что лучше вот в домашних условиях такой выдуманный почтовый сервер, чтобы поиграть, посмотреть. Не у всех просто есть возможность с настоящим почтовым сервером дело иметь. Так, ну и, соответственно, это файл конфигурации. И возвращаюсь обратно в Астериск. Ой, нет, не так в Астериск, через суды возвращаюсь. Проверим, может ли Астериск отправить почту Иванову. Значит, опять же, все тестируется по кусочкам. Сейчас мы создадим текстовый файл, в котором, соответственно, вы увидите, как должно быть оформлено письмо. Вот, значит, ну, оно оформлено. Кто с электронной почтой работал, тот, в принципе, узнает здесь нужные вещи. Итак, отправляем вот этому товарищу, пишем поле from, да, видите, указываем кто. Значит, запись там и так далее. Вот. И, соответственно, теперь я могу это письмо попробовать отправить вот такой вот инструкцией. Если она отправится, то это будет круто. Так, отправляем. Значит, смотрю, где у меня почта Иванова. Почта Иванова у меня где-то здесь. Как вам? Видите, да, вот пришло письмо, запись сделана. Так, это все были эксперименты. Теперь, собственно, двигаемся, значит, к части, которая все это свяжет воедино. Добавляем голосовую почту в диал-план. Значит, я здесь понял, что кое-что забыл сделать. Во-первых, не указал колер-айди, видите, да, в нашем астериске. То есть, если сейчас позвонить с телефона на телефон, то там не отображается, кто звонит. Сейчас мы это поправим во-первых раз. Значит, колер-айди. Так, не базовый план нумерации, а, соответственно, вот эта ссылка. Смотрите, к каждому эндпоинту я добавлю парочку вот таких вот параметров. И сейчас объясню причину их. Так, значит, это в PGA-сип-конт. Смотрите, к каждому эндпоинту добавляем. 401 канал. У нас подключен телефон, который Иван Иванов. Видите, колер-айди. То есть, когда он будет звонить Вячеславу, у Вячеслава на экране будет фамилия, имя, отчество отображаться. А когда Вячеслав будет звонить Иванову, и Иванов не снимет трубку в течение 10 секунд, то ему должно, Иванову отправлено будет письмо по вот этому адресу. Я, честно говоря, не нашел в параметрах канала Asterisk что-то подходящее под адрес электронной почты. Может быть, плохо искал. Поэтому решил создать свою собственную переменную. Видите, myuser.id. И буду ее в диал-плане использовать. Так, соответственно, правлю здесь домен и пару похожих строчек добавляю к каналу Вячеслава. Где-то Вячеслав. Endpoint. Вот он. Значит, здесь будет у меня, во-первых, адрес электронной почты другой. Во-вторых, здесь будет Вячеслав Лофтеров. Вячеслав Лофтеров. Так, и план нумерации. Честно говоря, тут можно по-разному пойти. Можно, 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 да, план нумерации. Ну, можно как? Можно сразу готовое решение продемонстрировать. Итак, в течение 10 секунд звонит телефон. Видите, я добавляю тайм-аут. Если трубку не снимают, то вот как план нумерации у нас будет выглядеть. Посмотрите, началась плана нумерации. И сейчас коротенько его прокомментирую. Итак, 10 секунд звонит телефон, трубку не снимают. Если не снимают, то двигаемся на следующий шаг. В переменную mycullet.user.id записываем адрес электронной почты того, кому мы будем отправлять письмо. И далее, и далее. Переходим на процедуру mail-rec. Процедуру mail-rec на русском языке предлагает оставить голосовое сообщение. И сохраняя это в тот же самый каталог. Правда, имя файла теперь будет не гвоздями забитое, а совпадать с номером разговора. Это уникальный номер разговора внутри астериска с расширением alav. Значит, нужно астериску понять, когда сообщение оставлено. Для этого мы программируем номерной план hang-up. И как только сообщение будет оставлено, будет запущен скрипт, который получит имя файла, кому отправить почту, с какого адреса отправить письмо, номер телефона звонящего и фамилия, имя, отчество того, кто звонил. Вот эти пять параметров позволят отправить письмо с распознанным текстом и, соответственно, в письме все заголовки указать, чтобы тот, кто получит письмо, видел, кто ему звонил, когда звонил. И, соответственно, сам файл скрипта, он также в методичке приведен вот здесь вот. И я его, наверное, сейчас целиком и полностью наберу. Значит, ну можно было вот так вот сделать и посмотреть сначала в журнал, что там пишет. Ну, время у нас уже поджимает, поэтому целиком я от начала до конца скрипт и прокомментирую его еще раз. Значит, комментирую еще раз скрипт, что у нас происходит. У нас он вызывается с пятью параметрами. Помните, пять параметров было? Вот, соответственно, имя файла, кому написать, от кого написать, с какого телефона звонили и какой фамилии, имя, отчества того, кто звонил. Все это, файлы звуковые, хранятся в этом каталоге. Ну, а дальше знакомые вещи. Значит, генерируется, значит, ключ для доступа к Яндекс.Сервисам. Далее этот файл, что делает? Превращается в WAV, потом превращается в OGG. Далее начинает писаться письмо, голосовое сообщение с номера такого-то. Распознается голосовой файл и дописывается в это письмо. После чего это письмо текстовое отправляется. Ну, короче, кусочки мы с вами видели. Вы можете все это попробовать из методички воспроизвести. Вот, а я сохраняю, не забываю файл сделать выполняемый. CH моды плюс X. Так, в астеристке не забываю перечитать файлы конфигурации. Вздыхаю еще раз поглубже. Значит, если все получится, то у меня сюда должно будет прийти письмо с распознанным текстом. Ну, и пробую. Значит, звоню. Локтор Вячеслав звонит Ивану Иванову. Звонит на 401 номер. Вот, видите, квалер ID, да. Значит, Иванов не снимает трубку. И, соответственно, контроль по ссылке вызова идет. Оставьте сообщение после сигнала мне сообщения. После этого нажмите решеткой и повесьте трубки. Так, я оставляю сообщение. Иван, позвони мне, пожалуйста. Давай, ты мне очень нужен. Так, и смотрим, что у нас происходит. Ну, что, получилось. Не знаю, откуда слово пробки взялось. А, ну, я там непрерывный спич. Оставляю сообщение, Иван, позвоню. Ну, что, друзья мои, круто. Всего-то 45 минут понадобилось, чтобы развернуть почтовый сервер, сервер телефонии. Подключить Яндекс. Все, я очень рад. Значит, на этом все. Если есть вопросы, там в чате можно задать. Вот, а я останавливаю запись. Вот, получилось, в общем-то, неплохо. Продолжение следует...